Итак, Зеленский пришел в свой инвестбанк за своими деньгами, но он пришел в свою фирму за свои доли. И эта фирма не Блэк Рок, не Стейт Стрит, не Вангард, это Белый Дом. Зеленский собирается встретиться с сенаторами США по поводу снижения финансирования. Другими словами, он идет сказать, что мы не платим по счетам, чего мы все тянем. Во время своего визита в Вашингтон президент Украины Зеленский должен встретиться с главными сенаторами США, включая Чека Шумера и Митча Макконнелла. Целью встречи является подтверждение намерений США по помощи и поддержке Украины в возврате оккупированных России территорий. В то время, пока в Конгрессе будет проходить эта встреча, республиканская партия готовится заблокировать запрос администрации Байдена на дополнительные 24 миллиарда долларов в помощи Украине с дедлайном на 30 сентября, конец финансового года. Главы республиканцев в палате угрожают шатдауну правительства, если в бюджете будет увеличение помощи Украине. Зеленский говорит о нехватке вооружения на Украине, особенно современных систем, а также о восстановлении территориальной целостности. Итак, другими словами, он идет сказать, мне нужно больше денег, лучше заплатить, а то это ударит и по вам, так как тогда вашим людям придется прийти воевать, вашим детям придется прийти воевать. И он будет использовать чувство вины, чтобы заставить дать ему денег. Итак, Том, как думаешь, чем весь этот визит Зеленского закончится? Ну тут есть два момента, и ты упомянул об одном из них. У нас опять обсуждение по госдолгу, и именно так, у нас опять обсуждение по госдолгу, и все может... Зеленскому... Слушай, по-моему тут происходит что-то сомнительное. Ну знаешь, мы посылаем деньги, а не оружие, почему бы не посылать деньги в виде оружия? А мы вместо этого посылаем всю эту помощь, и я не уверен, что она вообще доходит до людей. И я думаю, что, во-первых, это именно то, что нужно Кевину Маккарти. Потому что это поможет ему при обсуждении госдолга. И, кстати, США только что на прошлой неделе преодолели 33 триллиона, так что теперь 33. Так что наши изумительные законодатели, наши представляющие нас конгрессмены, со времен прошлого обсуждения госдолга, ухитрились тратить по этой кредитке всего 1 триллион в месяц. А за последние 5 лет они добавили еще 11,5 триллионов. Так что 33% из 33 триллионов было добавлено только за последние 5 лет, с тех пор, как они за всех нас договорились по госдолгу. И при заключении нового договора по госдолгу у них есть преимущество. Именно поэтому Кевин Маккарти говорит, я получу то, что мне нужно, и это не обязательно снизит госдолг. Зеленскому тоже что-то перепадет, администрация Байдена тоже не уйдет с пустыми руками. Но зато Маккарти получит то, чего хочет его партия. И это все будет и дальше продолжаться за счет американских налогоплательщиков. Это уже даже не смешно. Мы создали Франкенштейна. Этот парень, его страна сейчас воюет, так? А он летит сюда, потому что мы сказали, эй, мы собираемся дать тебе денег. Чувак прилетает и такой, вы мне тут денег пообещали. Ну и где они? Вы понимаете, до чего у нас все дошло? Когда президент другой страны, которому мы сказали, ну да, мы собираемся когда-нибудь дать тебе денег, но другие такие, нет, мы не можем себе этого позволить. И он садится на самолет и такой, эй, вы че? Это невероятно. Пэт, это не только... Я не знаю, что это похоже. Это как, когда у тебя есть деньги, вы идете с друзьями в ресторан, и все ждут, что по счету будешь платить ты. И именно это как, если вы вышли куда-то в семье, и члены семьи говорят тебе, ну у тебя же есть деньги, почему бы тебе не заплатить за все? Это как три кузена, сестра зарабатывает больше всех, она директор, у нее степень, зарабатывает 280 в год. Остальные два, это ее младшие братья, не особо трудолюбивые, один зарабатывает 120, другой 60. И они говорят, ай, сестренка, уж коли ты гендер такой-то компании, зарабатываешь столько денег, тут мама померла, так что тебе оплачивать похороны, у тебя есть деньги, у нас нет. Это очень наглое поведение, вот так подходить и требовать денег. Это как, если бы у него было что-то на кого-то из Белого дома, и он говорит, плати не то, будет хуже. Это как, если бы чистая спекуляция. Вот эта ситуация вызывает у меня дискомфорт. Ну давай. Давайте я тут кое-что объясню. Кстати, когда, по вашему мнению, это все дойдет до критической стадии? Ну он прилетает на следующий день. Нет, вообще вся эта ситуация. С? С Украиной. В январе 25-го, если придет новый президент. Правильно. Это все не решится в течение следующих трех-шести месяцев. Мы тут говорим за идущие в Америке культурные войны, это будет очень острой темой во время выборов. Аборты, ЛГБТ, трансы, критическая теория расы, и это по этим поводам идет война. И американский народ будет голосовать, так как можно предположить, что Байден будет топить в эту сторону, конечно же, если он дотянет до самих дебатов. Вот зачем нужно наше присутствие, вот почему мы должны защищать НАТО, мы должны защитить демократию, нельзя просто так вторгаться в страны. Без сомнения, будет некий нарратив. А с другой стороны, Трамп, мне кажется, скажет, я все закончу за один день, при мне никакой войны не будет, мы с Путиным в кентах, ну то есть его нарратив будет совсем другим. И американский народ, как и положено, сможет решить, хотите ли вы продолжать давать деньги Украине или нет. Но тут не только деньги, тут есть три момента, и кстати, это Роб, красавчик, собрал информацию. Тут летние данные, так что им уже два месяца. Итак, Соединенные Штаты дают Украине больше всех. Мы говорим о трех основных... Вот три основных направления, по которым страны, не только Соединенные Штаты, дают... Деньги. Инвестируют. Да, инвестируют. Итак, военное, финансовое и гуманитарное. 60% из того, что дали Соединенные Штаты, это военная помощь. 30% финансовое и 10% гуманитарное. Но послушайте, что бы по этому поводу ни говорил Белый Дом, все-таки Соединенные Штаты финансируют все это не в одиночку. Все вместе, Евросоюз, Англия, Германия, Япония, Канада, Польша, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Франция, Италия, Финляндия, Чехия, Австрия, Испания, Словакия, Южная Корея, Литва и Бельгия дали крупные суммы денег в виде военки, финансов или гуманитарки. Так что это не только про США. Да, для нас это про США. Но это также Евросоюз и весь остальной мир, противостоящий Путину. Евросоюз и должен. Евросоюз и должен давать больше всего. Но не дают. Почему мы должны давать больше всего? Ну, я думаю, что, как и принято в НАТО, это процент от ВВП. Так что причина, почему мы... Я не говорю, что это правильно. Даже по процентам от ВВП мы на втором месте. Ведь в то же самое время, в самой Америке дохрена, чего не так? Разве не это должно быть нашим приоритетом? А мы даем этому парню приехать и выступить с требованием дать ему еще денег? Это как так? Мы даем ему право требовать еще денег. Сколько еще мы должны дать ему денег? Что еще мы должны ему отдать в то время, как наша армия ослабеет? В то время, как самолеты летают сами, а пилот катапультируется. А нам говорят... Кстати, ребята, если вдруг обнаружите обломки, то дайте нам знать. Так как сами мы найти не можем, и мы сильнейшая армия в мире. Позвоните нам по этому короткому номеру. Если обнаружите супер-секретный самолет у себя в огороде, не трогайте его, а позвоните по этому номеру. Так ведь? Мы такие, да, ура, мы определенно всем этим демонстрируем миру нашу силу. Но, эй, если вы не дадите мне еще денег, где ваш гуманизм? Мы тут так страдаем на Украине, так что нам нужно больше денег. Что ж. Хорошо. Чуть-чуть? Да. А насчет побольше, мы и так давали вам немало. Сколько еще вам надо? Мне даже слегка импонирует, что они и сами не горят желанием давать деньги. Ведь так была оказана серьезная поддержка. А ты все время приходишь за добавкой, используешь манипуляции. Нет, мне этот парень и то, что он делает. Я знаю, что пора уже к следующей теме, но... Послушайте, для меня это не либо все, либо ничего. Вот, например, Кэндис Оуэнс. Мне очень понравился наш разговор во вторник с Кэндис. Это было изумительно. Она такая, ничего, ноль, ничего не давать, да пошли они и так далее. Но тогда появляются вопросы. А если Китай вторгнется в Тайвань, то мы никак не отреагируем, или, не дай бог, новая мировая война тоже останемся в стороне? Мы теперь изоляционисты, абсолютные либертарианцы? Или же мы... Мировой полицейский, везде лезем, 850 баз по всему миру. 780. 780. Так что из двух в этой теме не все так однозначно? Ведь в конце концов американский народ, американский народ, будет принимать это решение. Вы хотите больше вмешиваться или меньше? Давайте к следующей теме. Мы не можем, как в Афганистане, просто швыряться деньгами. Давайте к следующей теме. Афганистан